Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В прошлом видео я рассматривал браузер Brave, очень крутой браузер. Почитал комментарии о нем и основная критика связана с тем, что он не поддерживает менеджер паролей из хром. Но вообще-то менеджер паролей хром не самое надежное место для хранения паролей, поэтому, наверное, он и не поддерживает. Хотя, наверное, хранить пароли в Brave также небезопасно, поэтому я советую воспользоваться менеджером паролей, например, LastPass. Есть два очень простых правила защиты, но они фундаментальные. Сложные пароли с верхним и нижним регистром, цифрами и дополнительными символами. И для каждого приложения свой пароль. Понятно, что запомнить все пароли невозможно и для этого, собственно, и существует LastPass. После установки регистрации это выглядит так. Здесь есть папки, в которые вы заносите логин и пароль. Вот эта кнопка разворачивает и, соответственно, сворачивает все папки. А принцип работать до невозможности прост. Вот есть какой-то сайт. Вы хотите на нем зарегистрироваться. Нужно скопировать URL. Это помогает при последующем поиске и автозаполнении. Далее имя. Это для вас. Можно сразу положить в какую-то папку. Позже покажу, как их заводить. UserName, то есть логин и пароль. Эта кнопка включает и отключает видимость. И дальше я делаю так. Вообще можно генерировать пароли автоматически, но я люблю руками. Хаотичное перемещение пальцев по клавиатуре. Обязательно периодически нажимайте Shift и не забывайте про цифры. Ну и собственно все. Скопировали пароль. Сохранили карточку. Добавили только что сохраненный пароль на сайт. Зарегистрировались. Все. Теперь в случае захода на сайт, на котором нужно авторизоваться, вы заходите в LastPass и проще всего воспользоваться поиском. Кстати, тут есть кнопка запустить. Даже не обязательно заходить на сайт. Достаточно нажать запуск и он откроет URL, который мы указывали при регистрации. Ну и все. Открыли карточку кнопкой с изображением гаечного ключа. Скопировали логин. Вставили логин. Скопировали пароль. Вставили пароль. Ненужные карточки можно удалять. Или еще можно поделиться, но я этим ни разу не пользовался. Мне кажется это лишнее. Ну а здесь кроме добавления сайтов вы можете также создавать новые папки. А вот. Ну и при добавлении сайта можно выбрать в какую папку его добавить. Или можно переместить уже добавленный сайт в какую-то папку. Кроме того, тут есть секретные заметки. Ну то есть обычные заметки, просто защищенные сквозным шифрованием. И поля форм. Адрес, имя и так далее. Но эту информацию можно доверить и браузеру. На этом можно было бы и закончить, но конечно большинство пользователей предпочитают использовать функцию автозаполнения. И такая возможность тут конечно предусмотрена. Но надо установить плагин в браузер. LastPass его активно предлагает, например здесь. Устанавливаем расширение. И заходим в расширение. Логин пароль. Можно запомнить пароль, но LastPass предупреждает, что нехорошие люди могут этим воспользоваться. И наверное это действительно ни к чему. Сейчас покажу разницу. У меня тут подключена двухфакторная аутентификация. Опять же советую ее подключить. Я использую Google Authenticator. Ссылка на скринкаст об этом сервисе в описании. И так же сейчас покажу разницу в использовании LastPass с ней и без нее. Все, мы зашли. И теперь при попытке авторизоваться на каком-то сайте. А вот тут я по-моему не авторизован. Да. При попытке авторизоваться у нас появляется вот такой значок. И LastPass предлагает, если вы добавили URL при заведении сайта, подставить логин пароль. Подставили. Авторизовались. Все. Теперь о разнице между запомнить пароль и не запоминать. Сейчас у меня стоит галочка «Запомнить пароль», а двухфакторную аутентификацию я вообще отключил. Если выйти из аккаунта, закрыть браузер и снова его открыть, мы автоматически авторизуемся в LastPass. Мне кажется это плохо. А вот если мы уберем эту галочку и выйдем из аккаунта, то при открытии браузера мы уже автоматически не авторизуемся. При этом если из аккаунта не выходить, то при открытии и закрытии браузера заново авторизовываться нам будет не нужно. Теперь что касается двухфакторной аутентификации. Если она подключена, а подключается она в настройках, вам всякий раз после открытия и закрытия браузера придется вводить код аутентификации. Даже если вы не выходили из аккаунта. С одной стороны это не очень удобно, но с другой это самый защищенный способ использования LastPass. Вот такое приложение. Бесплатное, удобное. Один раз установили и навсегда забыли об уведенных аккаунтах и забытых паролях. А если еще и настроить на основных аккаунтах двухфакторную аутентификацию, например с помощью Google Authenticator, ссылка на скринкаст в описании, то вообще можно ничего не бояться. Почти. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.